Отложив все личные дела и уделив время своей общественно значимой деятельности, 15 из 20 народных избранников посетили очередное заседание Совета депутатов города Видное. С самого начала начались прения. Депутаты долго не могли принять повестку заседания. Глава городского поселения вышел с предложением внесения в нее изменений. Председатель совета просьбу отклонил. Я предлагаю сначала принять ее за основу, а потом ваше предложение проголосовать отдельно. Николаевич, я еще раз говорю, вы не можете отклонить свое предложение. Спор возник вокруг первого вопроса о порядке рассмотрения проекта, внесения изменений в решение одного из заседаний в отношении бюджета муниципального образования на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. Часть депутатов уверяли, что Моисей Шамаилов предоставил недостаточно обоснований для внесения изменений в бюджет. Глава поселения же предлагал непосредственно уже на этом совете принять поправки в бюджет, учитывая новые денежные поступления для реализации нужд города. Большинством голосов народные избранники просьбу отклонили. Но по уставу, по запросу главы, председатель совета обязан не ранее, чем через пять дней, все-таки собрать новое заседание с этим вопросом в повестке. Учитывая важность своевременного принятия данного решения для реализации муниципальных программ, предлагаю назначить заседание Совета депутатов городского поселения Видное на 19 апреля. Пунктом 2 в повестке дня был вопрос о делегировании местных депутатов в рабочую группу по согласованию технического задания на разработку проекта благоустройства центральной части города Видное. В 2019 году Ленинский район юбиляр, и Московская область нашему району предоставляет субсидию порядка 200 миллионов рублей на благоустройство нашего центра. Я предлагаю поручить главе городского поселения создать рабочую группу по согласованию технического задания на разработку проекта благоустройства. Большинством голосов предложение было принято. Следующий вопрос повестки – отчет о деятельности рабочей группы по отмене муниципальной адресной программы комплексного развития застроенной территории города Видное. По этому пункту было принято решение дать поручение рабочей группе продолжить деятельность. Важную для жителей района тему затронул Олег Федоров. Он выступил с предложением направить письмо министру здравоохранения Московской области с просьбой сохранить в Видном инфекционное отделение. Народные избранники инициативу поддержали. Хочу сказать огромное спасибо активным жителям, различным мамам, многодетным мамам, которые очень ответственно включились в эту работу. Буквально перед заседанием я позвонил некоторым представителям, и по предварительным подсчетам где-то порядка 700 уже собрано подписей. На следующей неделе мы отправим это письмо министру здравоохранения. Последней темой стала несанкционированная свалка в городском поселении, которая образовалась на территории предприятия Экотрансвидное. Моисей Шимаилов доложил, что сейчас она не ликвидируется в связи с тем, что полигоны не принимают такого рода отходы. Ведутся переговоры с подобными предприятиями вне Московской области. На данный момент осталось ликвидировать около 10% мусора.